Слава Украине! Привет всем от Полонского! Новости с юридического фронта и они хорошие, ребятки. Значит, смотрите, Верховный суд Франции отменил предыдущее решение апелляционного суда Парижа и оставил в силе решение международного арбитража по стягнанию с России в пользу Ощадбанка 1 миллиарда 100 миллионов долларов США. За что? Да вот за что. Дело в том, что Россия украла у Ощадбанка отделение в Крыму, поворовала оттуда деньги, ну отмародерила все то же самое, что они делали в Буча. Это же бандиты и террористы. Просто в 2014 году этого не хотели замечать. А тем не менее Ощадбанк, как и Приватбанк, поступил корректно в этом плане и просто взял и подал в суд. И, собственно говоря, суд выиграл. Но расисты пытались каким-то образом затянуть дело. Подавали, как мы видим, апелляцию в апелляционный суд Парижа. Тот отменял решение суда международного этого арбитража. Но последняя инстанция, Верховный суд Франции, все-таки заявил и принял решение о том, что Россия будет платить 1 миллиард 100 миллионов долларов нашему государственному Державному Ощадбанку Украины. Так что это нам с вами. И это еще одна победа Украины. Тем паче в преддверии того, что вот сейчас будет продаваться яхта путинского подельника Медведчука. То же самое. Деньги пойдут Украине. И самое главное сейчас это, с финансовой точки зрения, это юридическая подготовка конфискации и передачи Украине. порядка в общей сложности 600 миллиардов долларов, задержанных в самых различных странах мира. Ну, как говорится, степ-бай-степ. То есть, начинаем с малого, начинаем тут миллиард, там миллиард, там миллиард, здесь миллиард. А в результате заберем у России все, что у нее было. Ну, пока еще есть Россия, значит, что-то можно еще забрать. Слава Украине!